Коси траву работникам ботанического сада имени Энвера Гараева отныне будет значительно проще. Теперь в их распоряжении несколько новых мотоблоков. 7 апреля ботаническому саду передали новую специальную технику на полтора миллиона сомов. Это и автономные станции водоснабжения, генераторы холодного тумана, инструменты для обрезки и окучивания растений и многое другое. На моей памяти я не помню, чтобы обновляли нам оборудование. Это было, наверное, в советское время, когда правительство выделяло больше внимания ботаническому саду, а сейчас общественность обратила внимание и закупила нам оборудование. Средства на спецтехнику были собраны за счет взносов участников благотворительного полумарафона «Сноу-Леопортран-2023», а также сбора объявленного из зданиям Башта. У нас на самом деле жители, граждане очень любят свой город. Когда вот как раз мы подошли к изданию Башта, они собрали уже 500 тысяч саду сомов, как говорили. Это вот чисто донаты, которые собирали деньги, скидывали разную сумму. Мы же собираем со стартовых взносов. Получается, у нас проводится полумарафон «Сноу-Леопортран-2023». В рамках у которых у нас участники делают стартовый взнос и участвуют на забеги. Откуда же мы часть берем с этих сумм и собрали, получается, сумму миллион 112 уже тысяч. Вот это вот «Номад-спорт», да, я так понимаю, вам подарили? Это в прошлом году у нас был международный забег «Оу-Леопорт». Да? Восемь. Я на нем участвовал, кстати. Мы тоже участвовали. Я бегал, 21 км пробежал и платил туда взносы. Видимо, вот на эти взносы они... По словам директора бодонического сада, в ближайшее время начнутся работы по налаживанию старой регационной системы. Недавно администрация сада отклонила проект по подземной регации. Поводом для отказа послужили дороговизна обслуживания, отсутствие в саду нужных специалистов и долгосрочное строительство, которое займет около трех лет. Директор же считает, что ждать некогда. Будет восстановлена старая регационная сеть, пруды, пробиты скважины, а также по возможности будут установлены противопожарные бочки с водой. А когда планируется начать? Начать планируется в ближайшее время. Финансирование уже от правительства поступило, поэтому мы сейчас разрабатываем проект. А сколько поступило? Поступило 95 миллионов. Администрации ботсада планируются работы по высадке новых растений. В этом году уже посадили 24 формы грецкого ореха, различные сорта яблони, груши, сливы и черешни. Также в этом году на территории ботанического сада будет создан небольшой этнокомплекс, в который войдет вся флора Кыргызстана.